Здравствуйте! Время новостей на первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. О нарушениях перемирия, способах урегулирования конфликта на Украине. Заявление Сергея Лаврова, который прибыл в Пекин на саммит АТЭС. Кто проходит в Раду? ЦИК Украины обработал 100% электронных бюллетеней и сберкомов по партийным спискам. Битва за память во Владимирской области. Жители своими силами восстанавливают мемориал Герон Великой Отечественной. Место, где рождается счастье. Сложнейшие операции, которые раньше казались невозможными, успешно проводят в столичном центре планирования и репродукции. И в поисках добра и чуда в Москве подвели итоги благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», кому достался главный приз. Формирование будущего через Азиатско-Тихоокеанского партнерства. Такова ключевая тема саммита АТЭС, который в этом году принимает Китай. КНР уже прибыли представители бизнес-элит, финансисты, эксперты, политики. Приоритетные задачи, заявленные в проекте декларации, который подпишут по итогам саммита, развитие экономической интеграции в регионе, поддержка инноваций, инфраструктурное инвестирование. Лидеры страны и правительство АТЭС встретятся уже в понедельник. Их работе по традиции предшествует совместное совещание министров иностранных дел и торговли. Двустороннюю встречу провели главы МИД России и Госдепартамента США. Одной из главных тем стала Украина. Прекращение огня, к сожалению, не соблюдается полностью. Перестрелки возобновляются. Все мы знаем о трагедии, которая произошла близ Донецкого аэропорта, в школьном дворе. Другие инциденты случаются. Главное не потакать идеям, которые витают в Киеве, в частности, о необходимости набраться сил и вернуться к силовым методам решения кризиса. И добиваться того, чтобы обязательства, которые взяли на себя киевские власти, а именно линия на политическое урегулирование украинского кризиса, чтобы эти обязательства выполнялись. Теперь последние новости из Украины. На востоке Донецкой области только ночью закончились обстрелы со стороны силовиков, продолжавшиеся весь минувший день. Наиболее сложная ситуация на въезде в Никишино в Шахтерском районе. Одновременно на западе Луганской области военные наносят удары по Кировску и поселкам Фрунзе и Трехизбенка. В штабе ополчения сообщают о жертвах среди мирного населения. Количество пострадавших уточняется. Информацию о том, что случаев нарушения перемирия в последние дни стало больше, подтверждают и наблюдатели ОБСЕ. Соответствующие данные содержатся в новом докладе миссии. Украинский ЦИК, подводящий итоги выборов в Раду, обработал все электронные протоколы участковых избиркомов по партийным спискам. Согласно полученным данным, наибольшее количество мест в новом составе парламента у Народного фронта премьера Арсения Яцуника. Он набрал более 22% голосов. Близкий к нему результат показал блок Петра Порошенко. Разница несколько десятых процентов. Депутатские мандаты получат еще четыре политических объединения. Сама помощь мэра Львова, оппозиционный блок, куда входят многие бывшие члены партии регионов, радикальная партия Олега Лешко и батькивщина Юлия Тимошенко. А вот националистическая свобода не смогла преодолеть 5-процентный барьер. Официальные результаты выборов, в том числе по одномандатным округам, Центр избирком Украины по закону должен объявить не позднее 10 ноября. Между тем, Киев, похоже, всерьез обеспокоен угрозой, исходящей от спецбатальона Айдар, а именно от наемников, возвращающихся в мирные города с оружием. Предсекретарь столичной прокуратуры Алена Яхно процитировала на странице в соцсети заявление своего начальника, главного киевского прокурора. Сергей Юлдашев сказал буквально следующее. Я считаю, что это внутренняя угроза, они непредсказуемы, могут даже учинить военный переворот. Фактов, свидетельствующих о реальной опасности, которая исходит от боевиков олигарха Игоря Коломойского, накопилось немало. Так, в начале недели они захватили вертолетную площадку бывшего президента Януковича в Киеве, требуя вернуть имущество государству. Известно также о случаях разбойных нападений и оказания сопротивления милиции. В Запорожье новый эпизод войны с памятниками. В годовщину Октябрьской революции украинские националисты решили избавиться от фигуры Дзержинского, возвышающейся на Площади Свободы. Причем выбрали момент, когда у постамента собрались активисты Компартии. Сначала радикалы забросали монумент яйцами, что спровоцировало потасовку. Ну а затем скульптур попытались повалить с помощью металлического троса. Но шестиметровый гранитный феликс устоял. Горожане, видевшие, как в 1977 году возводили памятник, рассказывают, внутри у него железный стержень. Во Владимирской области жители города Ковров, напротив, пытаются сохранить историю, подарить вторую жизнь полуразрушенному памятнику. Мемориал героям Великой Отечественной настолько обветшал, что даже находиться рядом с ним опасно. За 50 лет ни одного капитального ремонта и средств на восстановление в местном бюджете нет. Спасать монумент горожане решили собственными силами. Андрей Кузнецов подробнее. Часть плит были наклоненными. Это было опасно подходить к ним. Ветеран труда Алексей Прилипко каждый день приходит посмотреть, как идет реставрация монумента Славы. Памятник погибшим в годы войны установили на центральной площади Коврова 46 лет назад. С тех пор его ни разу не ремонтировали. О том, в каком состоянии был монумент еще недавно, признается ветеран, больно даже вспоминать. Он пришел в плачевное состояние. Что бы там ни было, память тем людям, которые отдали жизнь за победу. Это символ трех поколений. На этих фотографиях видно, как выглядел памятник два месяца назад. По золоту на бетонном кольце почти полностью отсыпалось. Массивные плиты держатся на стальных скобах. Их установили, чтобы избежать обрушения. Деньги на восстановление монумента в итоге решили собрать жители города. Когда выяснилось, что в канун 70-летия Великой Победы в местном бюджете средств на это не нашлось. Любое архитектурное сооружение должно пройти как минимум один капитальный ремонт. Ничего не делали. Делали некоторые косметические такие моменты. Где-то подкрасить, где-то подмазать. Вот за этот короткий период, за 4 с лишним, ну пускай будет почти за 5 месяцев, мы собрали внушительную сумму 1 миллион 270 тысяч народных денег. В списке тех, кто уже внес свою лепту почти 700 фамилий. Суммы разные. Кто-то пожертвовал 200 рублей, а кто-то отдал почти 100 тысяч. Ветеран Великой Отечественной Александр Щербаков два месяца подряд переводит часть своей пенсии. Даже не могу сказать, насколько он дорог мне. Мне дорог он. Он олицетворяет всех моих товарищей, которые воевали, потом работали здесь. Всех, кто вложил свою силу в дело победы. Он ушел на войну 18-летним парнем. Те, кому теперь 18, тоже помогают общему делу. Студенты местной академии собрали уже несколько десятков тысяч рублей. Третьекурсники Анатолий и Егор распространяли информацию через социальные сети и расклеивали по городу такие объявления с просьбой помочь кто чем может. Мы сами старались со своей стороны, со студенчатой, как-то помочь этому делу. Ну и вообще память о войне, о победе нашей, она должна оставаться всегда. В процессе реставрации предстоит заменить более 200 квадратных метров гранитных плит. При этом куски старого гранита не выбрасывает. Ими отделывают постамент, который, как и сам памятник, с течением времени частично разрушился. В городской администрации, на балансе которой и числится монумент, уверяют, со временем обветшавшие плиты они хотели заменить сами. Вот только когда, сказать, затрудняются. Там стали какие-то подпорки, какие-то скобы ставили. Вот, то есть, чтобы он нормально был. То есть, его чистили, мыли, ухаживали за ним. Люди захотели восстановить этот памятник. Они к нам пришли, мы их поддержали сразу. Поддержали как? Например, самые первые перечислили средства на реконструкцию этого памятника. Кто, администрации? Да, сотрудники администрации. Уже в следующем году, говорят чиновники, город выделит несколько сотен тысяч рублей на реконструкцию площади, где установлен памятник. Между тем, чтобы завершить работу на самом монументе, требуется еще 400 тысяч. И пока этих денег нет. Если нужную сумму, все же удастся собрать. Следующий день победы ветераны встретят у обновленного монумента. Для них, говорят, это будет лучший подарок. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Мария Емельянова, Евгений Виноградов. Первый канал, Владимирская область. В Москве выясняют обстоятельства страшной аварии на Кутузовском проспекте, в которой погибли пять человек. Около двух часов ночи лоб в лоб столкнулись БМВ и такси. Иномарка загорелась, водителей и пассажиров зажало. Спасти успели только девушку с заднего сидения, ее вытащили очевидцы. Медики диагностировали пострадавшие тяжелые травмы, ожоги. Она в коме. Одного из пассажиров во время удара выбросила на проезжую часть. В каком из автомобилей он находился, сейчас устанавливается. По словам свидетелей, БМВ перед аварией двигался с высокой скоростью, периодически выезжал на встречную полосу. Столичные акушеры провели сложнейшую операцию, благодаря которой на свет смогли появиться девочки-близнецы. Мама малышек называет это чудом. А сами медики говорят, что благодаря современному оборудованию выхаживают даже самых сложных пациентов. Репортаж Натальи Юрьевой. Крошечный аппарат искусственной вентиляции легких, мини-капельницы и прибор для измерения давления. Способны обхватить даже саму маленькую ручку. Близняшки Мирослава и Есения родились почти на два месяца раньше и теперь делят одну палату на двоих. Здесь в реанимации девочки, 900 граммов каждая, набираются сил. Они могли появиться на свет еще раньше. Их маме на середине срока поставили диагноз – синдром фетофитальной трансфузии. Это когда один ребенок отбирает у второго почти все необходимые питательные вещества. Благодаря.